Профессионального браконьера задержали госинспекторы в Верхнедвинском районе. На подозреваемого помогли выйти его же следы. А дома у нелегального охотника защитники флоры и фауны нашли саму тушу незаконно добытого зверя. А также еще целый набор компроматов. В том числе самодельное ружье. Алена Лешкевич, о том сколько это будет стоить задержанному. Сначала в лесу в Верхнедвинском районе госинспекторы нашли останки разделанного лося. На браконьера вышли по его же следам, которые привели в деревню Дубровны. Местные жители назвали несколько возможных подозреваемых. Следы от сапог привели к следам крови, то есть уликам во дворе одного из предполагаемых браконьеров и нашли тушу убитого животного. Кроме лося, дома у мужчины проверяющие обнаружили шкуры бобров, тоже добытых незаконно. А также самодельное ружье. Найденные механизмы свидетельствовали, что изготовление оружия на этом не закончилось бы. Вся общая картина общения с данным гражданином указывает на то, что задержан на самом деле профессионал, занимающийся непосредственно добычей диких животных с целью его последующей возможной реализации. Случаи в его, как я так назову, браконьерской практике, это не единичные. Ущерб природе причинен в особо крупном размере. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела за незаконную добычу лося и бобров. Штраф может составить около 8 миллионов рублей. Разбирательством об изготовлении оружия еще займутся правоохранители. Алена Лешкевич, Виктор Шпак, Зона Х, Верхнедвинский район.